И Доброго Времени Суток Ребятушек можно подкачать Насколько я помню Вот туда-сюда Ну и поговорим в целом о том Что будет в дальнейшем данном прохождении Что я за кадром Когда смотрел, что к чему разбирался Понадкрывал, скажем так И для себя, что в общем-то Понял И также немножко в принципе о самой модификации С вами хочу я побеседовать Ну а точнее рассказать Более верно будет сказать Рассказать, сказать, ну вы поняли В общем-то, итак Для начала о чем следует упомянуть Это, пожалуй, о том Что вышла версия 2.0 Данного мода Но я буду продолжать играть в версию 1.5 Почему? Да потому что, во-первых Особо обновлений Прям сверх кардинальных В новой версии Замечено не было Это раз Далее, далее Что еще из такого интересного И знаменательного Можно сказать Про новую версию Так это, пожалуй, то Что в новой версии Охренеть, как много новых же багов То есть, конечно Часть старых башков Они там поправились Это все, конечно же Хорошо и прекрасно Но При этом новых Появилось дофигища Буквально там У некоторых Игра вылетать Стала чуть ли не на старте При Начальном Значит Самом квесте Что, сами понимаете Не очень хорошо Ну и в конечном итоге Русификатор-то На данный момент Существует только на версию 1.5 Вот Он, конечно, подойдет На новую Но, опять-таки Если старые тексты Где-то что-то было переделано Мы еще больше будем путаться Тут и так он не везде Верно Строки выдает Русификатор Вы представляете Что может твориться На новой Не говоря уже про то Что там, в принципе Будет непереденный текст Так что Пока что, в общем Новая версия Достаточно-таки сырая И я не вижу смысла На нее переходить Да и как бы Сохранение текущее Туда не подойдет Это надо будет Все по новой Начинать Чего я делать Тупо не хочу Вот Так что Вы уж извиняйте Но как-то вот так Между тем Давайте Спросим Сейчас О проводимых банкетах Где что проходит Может быть Я не знаю Сможем поискать Себе невестушку Например Во всяком случае Посмотреть Познакомиться С лордами Так Значит В штормовых землях В долине Арен Квохар Кулак дочерей Это в мире Ага В Валантисе В общем Нигде подходящего Нету Окей Вот Это значит Первое О чем я хотел сказать Далее Я понимаю Что вы когда даете советы Я не могу адекватно Отреагировать В общем-то На них По той Хотя бы простой причине Что я записываю Естественно Наперед Когда То понятно Что к чему Я только через несколько серий Могу отреагировать На ваши рекомендации Но Тут момент в чем У меня Не всегда Есть достаточно времени Чтобы записывать Каждый день Не говоря уже О просто моем состоянии Когда мне хочется Отдохнуть Там Я не знаю Просто самочувствие Какое-то и прочее Именно для того Чтобы видео Выпускать там С минимальными перерывами Делать себе Полноценно выходной Когда я даже Ничего не загружаю Всего лишь Например Там один Ну два дня В неделю Да Я именно для этого В общем-то И снимаю Наперед Прошу это Понять Это первое Второе О чем еще стоит Что такое Давайте В турнире Пока тут побегаю Чтобы было Что-то Какое-то действие Покуда я буду Собственно Рассказывать вам Второе О чем следует Помянуть Так это то Что Считайте Когда я записываю Наперед По нескольку Серий Да Допустим Так вот Воспринимайте Воспринимайте Это Но я не знаю Как грубо Говоря Такая Знаете Какая-нибудь Серия Там на пару Часов Допустим И реально Это будет Пожалуй Наиболее Наиболее Верно Описывать Скажем так Положение вещей Почему Хотя бы Да Потому что Реально Я мог бы точно Так же записать Серию Там Часа на два А потом Ее порезать на части Это было бы Кусочками Одной серии Так что В действительности Вас понимаете Это как один Большой кусок Я засел И нормально Так Скажем так Поиграл А не так Что полчаса Толком Ничего не успел Сделать Вникнуть Разобраться Подняться Ну Сами в общем Понимаете Кстати По поводу Двуручной дубины Мне писали Что Замени ее На какое-нибудь Другое оружие Типа Она слишком Медленная Но момент в чем Даже тут Мы сейчас Поднимаем себе Мастерство Двуручного оружия И начинаем Орудовать Ей Куда как Лучше И быстрее Потому что Именно от этого Зависит скорость Маха В общем-то Клинком Или еще Чем бы то ни было Вот То есть Тем самым Я Скажем так Обеспечиваю Нам толковое Будущее Куда у нас Появится Двуручный меч Просто-напросто Ай 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 Вот Это первое Значит Ну и потом Она же оглушает Хотя мне и сказать Что на самом деле Она типа не оглушает Это все фигня Но нет Это такие Дроблящее оружие Другое дело Что Она не всегда Оглушает Она бывает И конкретно Убивает Что тоже Логично Вот Ну получили свои Пять динаров Все дела Вот А кстати Давай-ка Расскажи о турнирах В соседних городах Турниры Это как вариант Для заработка На самом деле Как по мне Потому что Есть во-первых Точка Где можно фармить Там пиратов Я нашел такое место Вполне неплохой вариант Потом можно на торговле Подняться Но на торговле Преимущественно Солью Потому что Единственное место Где конкретно Дешевая соль Соливарни Это да Там как вариант Можно зарабатывать Что тоже В общем-то Неплохой вариант Так Где еще раз Находятся Турниры Значит Селорис Норнос И руины Нибар Значит Эр Давайте Норвас Наверное Подправимся Или что Там поближе Окажется К нам Давайте глянем Ой Че я в замок То пошел Из замка Выйти нам Надо Оу Туман какой Опустился Надо же Так вот О чем я говорил Блин С башки Вылетел Совсем А вот То есть В принципе Можно заняться Так же Как вариант Торговлей Солью Что вполне Себе Неплохо Как по мне Так Норвас Да Норвас 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 Сновая Строка П Блин Норвас Это по моему Фракция Проще так Найти Да Да Ох Он же На другом Аше Там Находится Это правильно Ладно Ладно Как далеко Ну Достаточно О Не 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 Слишком Далеко Слишком Далеко Ладно Вот То есть Можно на Соли Подняться Можно Так вот Пиратов Там Погоп Стопить Там В принципе Они Не Такие Сильные Если Нормально Все Обойдется То Вполне Как Вариант И Турниры Тоже Неплохой Вариант Если Естественно На турнирах Выигрывать Так Руины Несар Вот Как Далеко Тоже На Другом Блин Да Да Тоже Слишком Слишком Далеко Так Камера Ой Ой Ну я так Поймаю Третья точка Тоже Где-то Там Так Стоп Остановись Окей Ну ладно Так же Естественно Вариант Заработка Там Славы И всего Такого Это Естественно Услужение Всяким Там Лордам Что Понятно Вполне Я Без проблем Это Все Прекрасно Понимаю Так Давайте Припасом Посмотрим Курица Она По-моему Протухнет А вот Мяско Я Пожалуй Закуплю Себе Оу Че Так Дорого Типа Потому Что Изысканная Ну Допустим А то Мои Блин Помнится Немножко Пожаловались Пока Я За кадром Бегал Про Вианте И все Дела Вот Ну И Можно Просто Напрасно Опять Фармить Бандитов Тоже Как вариант Пробовать Но Это Дело Так Что Так Что Придется Нам Немножко Помучиться Вот Немножко Спутанный Мой Рассказ Опять Так Как Обычно Когда Я Только Сажусь Записывать И Это Первое Видео На Тот День Когда Я Записываю Ну Да Что Поделаешь Вот О чем Еще Стоило Помянуть Ах Да Веселые Приключения Значит Антуана За кадром Какие Были Есть Тут Значит Леонета Фособей Леди Да Это Было Просто А Что Так Горные Бандиты Подождите Давайте Сохранюсь На Случай Если Нас Тут Отметелят Вот Значит Есть Леонета Фособей Министрель Говорит Что Она Там Прям Идеальная Хозяйка Сидела Но Момент В чем Семействе Фособеев Ее Не Числится Однако Сам Сама Леди Это Явно Присутствовала Она Была В замке Хайгарден Вот Ой 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 Что я Творю Что я Творю Я Же Их Наоборот Хотел Чтобы Они Не поумирали Надеюсь Они Не поумирают Моя Свита Да Не суть Которая Является Браконьера И Септоны Чтоб Соответственно Все Было Нормально Так Вот О чем Я Хотел Сказать А Ну Вот Ладно Думал Мало Ли Может Ее На праздник Привезут В самом деле Ок Подождал Я Несколько Дней Прибыл Там На праздник Наших Значит Ладно Что вы думаете Ждал Я ждал Все лорды Приехали У кого есть Дочки Все такое Но Но Никто Ее Не Привез Она Как Была В этом Несчастном Замке Хайгарден Так Она В нем В общем-то В этом Хайгардене И осталась Так Что-то Странное Тут у нас Произошло На самом деле Пока я Разглагольствовал Ну да Ладно Так Она Как я И сказал В этом Хайгардене И осталась Вот Пришлось Мне за кадром Опять-таки Уже Отжать себе Хайгарден Все дела И только тогда Она там Появилась Проявилась И то Естественно Мне нужно было Ее там Как-то Отпустить Все дела Чтобы Естественно Ну Не держать же Ее в плену Но момент в чем Опять-таки Я сомневаюсь Что она бы Где-то там На турнире Или еще чем-то Оказалась Потом Я имею ввиду Где праздник То есть И Реально Офигенная Она и симпатичная Просто Симпатично сделана Миловидно Внешне Мне понравилось Как бы Но В общем Как есть Так и есть Так Стоп Давайте хоть Посмотрю Кого я потерял Там Лучник штормовых Карвер Это все понятно Ранен Ранен Лаконьер Новобранец Альбарчик Блин Один Малящийся брат Убит Ну ладно Фиг с ним Не такие большие потери Вот Сейчас Тем более Восполним Ну хотя бы Один Фиг с ним Купить у крестьян Припасы Ну да Ничего такого Особого Ну ладно А Ну со старейшиной Местным Мы да Уже знакомы Окей В общем В этом плане Все достаточно Таки весело Вышло Вот Так что придется Нам естественно Какую-то другую Искать себе Потом невестушку И Действительности Нам прежде Надо будет Найти себе Невесту До того Как мы Значит Оснаем свое Курулевство Так Что Мы с тобой Встретились Да Как вы думаете Кто должен Получить Внадел Но он поддерживает Себя Это понятное Дело Так Кстати Кстати говоря Что у нас Там по имуществу По снаряде Ну все нормально Ладно Ладно Так Так Давайте Сгоняем Наверное Куда-нибудь В Тамблтон Проедемся Да По пути Попробуем себе Еще народ Набрать И в Тамблтоне Уже Не знаю Порасспрашиваем Местных Опять таки Я не знаю Что-нибудь Да найдем Толковое Я думал Там Спросим Где турниры Очередные В крайнем случае Реально Придется Отправляться На следующий материк Там Пытаться Бить пиратов Я не знаю И всякое такое Творить Интересное И я надеюсь Что достаточно Хорошее Так Давайте Сохранюсь И помимо прочего На всякий случай Потому что Мало ли Какое Случайное Событие Выпадет Нам Так Хорошо Лорд Лорд Стоять Давай познакомимся А мы с тобой уже знакомы Да Ладно Хорошо Поедем куда это Туды Там же Тамблтон Ну да По пути Никакой деревеньки Там просторов Нету Нету А вот Вспомнил Еще о чем Хотел поговорить Один человек Пытался мне доказать Что Тирлы Хуже Ланнистера Что я могу На этот счет Сказать Ну Твое право Считать Что они хуже Ланнистеров Опять таки Твое право Что они тебе Не нравятся Но Как по мне Тирлы Просто Очень толковые Политики То что они Интриганы Извини меня Но политики Они и должны быть Как бы Интриганами Собственно Особенно В этом мире Так Эм Мы будем Сражаться До конца Че Эм 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 Шо Что случилось А ну да 16 против 20 Ну я надеюсь Что мы справимся Учитывая Что как бы Часть народа То я Понятное дело Отошлю Этих Сразу я Отсылаю По той Простой Причине Что как бы Ну это свита Моя В конце Концов И они Должны Выжить Они Не это Само Как бы Не для боя У меня Если что Так Да Мне говорили Еще поразбираться Естественно Со всякими Там Штуками Аля построение Все такое Но как видите Наши ребятки И сами Выстроились Нормально Тут И стену Копии Сделали И прочие Такие вещи Интересные Так Наши Вроде Кого-то Сняли Молодцы Давайте Воу Воу Что такое Стряслось Кого-то Из наших Убрали Ладно Ждем Так Так И они Врываются И Бей Козло Матинь Сверо Да Что такое Крави... Крави крови! Карми крови! Воу-воу-воу! У них там лучники, какие дела? Да, нам тут хана, придётся загружаться, по-моему, дело. Потому что я сильно сомневаюсь, что наши тут справятся. Надо было мне на лошадке пытаться их как-то пообманывать там, половировать, чтобы наши стрелки могли нормально пострелять. Ну всё. А эти сами вперёд не пойдут, ясное дело. Ничего не сделают. Да. Придётся загружаться. Ладно, окей. Но вот о чём я и говорил, что здесь, чтобы на начальном этапе Южи сильно не пострадать, придётся помучиться. Ну, 13 убито, да, то есть у них тоже немного осталось. В принципе, эти, если бы пошли вперёд, то, может, чё-то такого и вышло. Слишком многое мы теряем, чтобы просто так взять и оставить всё это дело. Ну, блин, игра. что продолжить? Я нажал. И в чём проблема? Аааа, ладно. Сейчас. Прекратят. Так, естественно, загружаемся. А, так вот, это твоё право, человек, написавший всё это, читать там Кириллов плохими, бяками, буками и всё такое. Но, как по мне, они намного всё-таки лучше Ланнистров. Да, хитрые, да, интриганы там убили того же Джоффрина. Извини меня, Джоффри давно напрашивался. Так что вот не надо об этом. Джоффри давным-давно надо было вальнуть. Они просто сделали это. Так, понятно. От этих мы хер скроемся, по ходу дела. Так просто, да? Да. Ладно, попробуем. Дубль два, как говорится, сделать. Ааа. Эти нехай отступают, архаровцы. Так, сейчас они скроются, как только. Мы на самом деле можем выехать вперёд, попробовать половировать. Повыманивать этих садников. так, так, так. Нихай они за нами поскачут. Вот так вот сделаем. Главное, чтобы лучники нас не сняли. И всё будет нормально тогда. Чёрт. Давай, едь, едь, едь. Держай, разгоняйся. Разгоняйся, коняшка. Все, кто остался на поле боя в атаке, давайте. Этих мы поводим за собой пока. Покуда можем. так, нормально. Наши где-то ввязались в бойню уже. Там, понятно. Ладно, будем надеяться, Что-то не сумеем справиться Ой-ёй-ёй-ёй Всё, поймали меня Да, на этом покатушки Кончились Придётся, видимо, пережидать Покуда тут разбойники Ответываются Фик Ну, потому что, вот, реально, наши уже всё Хана Да То есть, намного хуже всё вышло Ладно Так вот, та же Марджори, девочка Умная достаточно-таки А то, что там Как говорится, а-ля Там вышла за Джоффри Ради того, чтобы быть королевой Ну, начнём с того, что В любом случае, она сама не могла это решать Это, извини меня Аристократия, все дела Далеко не девушки решают, за кого они там Выйдут замуж и всё такое Начнём с этого Вот, во-вторых Тот же Рейнли Считай В принципе, более-менее Законный претендент Ну, после Станиса, естественно Был И по отношению к Роберту Начнём с этого И она должна была быть Супругой Роберт Ой, Рейнли Так что, в этом плане всё толково Бабулька Олена То, что она там Интриганка Королева шипов Ну, опять-таки Если, извини меня Мэйс Тиррел В общем-то В политике Не бум-бум От слова Совсем То кому-то надо-то Этим всем делом Заниматься Политика Никогда не бывает честно И всё такое Честные в политике Они умирают Как Эдвард Старк Гарантированно Это априори Не может быть иначе Так что Я же говорю И Тиррел Не делали ничего такого Прям сверх постыдного Марджери народ любил За Марджери народ Волновался Опять-таки Кхем И всё такое В общем При этом Это не значит Что тебе Они должны Как-то нравиться И всё такое Просто для себя Я их нахожу Достаточно-таки Хорошими Ты естественно Можешь считать Совершенно иначе И это твоё право Я не спорю Так что Как-то так Я постарался Более-менее внятно Хотя это мне Нифига не внятно вышло Ну в общем Объяснить свою позицию Насчёт этого Вот Надеюсь Что между нами Будет с тобой Взаимопонимание В этом плане Вот И у тебя Больше никаких Ко мне претензий Как-то так Между тем Да Мы направляемся Опять-таки К Тамблтону У меня Что-то вообще В этой серии Ничего не клеится И рассказы Мои скомканные Ну Извините Так Что такое Вы чувствуете Лёгкий голод И решив Пойти Чем-нибудь Поживиться В лесу А И решили Забравшись на дерево В поисках яиц Вы находите Большое гнездо Не Я пожалуй Проигнорирую Жрать конечно Хочется Может быть Нашему герою Но извините меня Пусть птички живут Так что Так что Вот так вот Да и потом Это все Весьма-весьма Чревато Здесь Что-нибудь Отведаешь И Как говорится Схлопочешь Себе минус Блин Две силы Которую никак Ты потом Не восстановишь Это вполне В норме Данной модификации Ой Ладушки Ладушки Ой Прекрати 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 Я не хочу А И нечаянно Толкаете его Все-таки Мы принесем Извинения Саптону Блин Наша известность Упала Конечно Ну что поделаешь Так Фир Лорос Получает Замок Окей Вот опять-таки Лорос Как по мне Так толковый Нормальный Настоящий Рыцарь Ну подумаешь Что гей В остальном То он нормальный Как бы Я не знаю Храбрый И талантливый Весьма Так что Не знаю Лично я В этом плане Ничего дурного Не вижу Ну и Блин Случайно Я кликнул И в итоге Ну что Придется отработать Недельку В этой деревне Потому что Прервать не получается Ладно Что поделаешь Во всяком случае Мы что нибудь Тут Да Подзаработаем Я не знаю Опыт тот же Например Для персонажа Или еще что-то Ну и Вы плюс Ко всему Увидите К чему Это в общем-то Ведет А вот На сегодня На самом деле Пожалуй Это будет Одна серия Потому что Я немножко Не в том состоянии Чтобы записывать Сами по ним Видите Какого качества Вышла данная серия Но ничего С другой стороны Полезности Я вам некоторые Тоже тут Показал И рассказал Опять таки Про новую версию Данного мода Что Лично я Советую вам Не торопиться Можете его Ставить Конечно Но на свой Страх И риск И риск Да И риск Деревня наполнена Бандитами Ну вот Мы из нее И уезжаем Спасибо Бандитам За это Конечно Мы не доработали Но что поделаешь Бандитов Я сейчас Боюсь Что не перебью Хотя можно На самом деле Но опять Народ набирать Все дела Давайте отправимся На рыночную площадь И И Я не знаю Даже Что у вас Тут по товарам В принципе Добротное зерно По 27 Все дела Да А по оружию Может быть Найдется Что нибудь Дворучное Для меня Нет Длинное Палец Скоро 70 А у нашей Ну да 70 Боевый меч Одноручный Арбалет Все дела Длинное Палец Сам Тяжелое То есть Еще медленнее Но урон Понятно Побольше А Но у нее урон Колющий Так-то Может поэтому Мне говорили Типа Она не оглушающая Ну не знаю Каким-то образом Она в любом случае Глушит И На том Как говорится Спасибо ей За это Ладно Ладно Так Давайте заглянем Тогда в таверну Что ли Ох Опять Этот Как его А Министрель Ну если что Я на самом деле Сделаю тогда Одну простую вещь Опять-таки Заглушил звук игры Наверное Как-то Ну или что-нибудь В этом ключе Так давай О праздниках Для начала Расскажи В холм Это в Дорне Железных островах А ну хотя В принципе Какая разница Нам про праздники Мы пока Владений не имеем Нам смысла нет Пока ознакомиться С девушками На выдании Все дела Давайте я В общем Про Фособеев Поинтересуюсь Так вот Ширена А Хам Леди Ширена Фособей Желает удачно Выйти замуж Со славы Так понятно Ширену Надо взять На заметку А Так Ширену Возьмем на заметку Опять-таки Амарей Амарей Хорошая Там настоящая Госпожа Будет Прекрасно Ага А стоп Не Амарей А Лериев Фособей Да А вот Семейство Некоторые Беспокойства Валерия Фособей Этическая Мечтательница Вот Алерию Как раз таки Можно будет Добыть себе Скажем так То есть Бежать с ней Она Скорее всего Пойдет С нами Согласиться Да О Леди Тала Тарли 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 Сэмвел Тарли Был Помню Так Бизбери Значит Донелла Тоже Вполне А нет Бетани Окей Про Бетани Узнаем Потом Просто Это нам Пригодится Я хочу Фособеев У них Много В общем То Девочек Поэтому Нормально Значит И Да Амаре И вот В конце Конечно Леонетта Есть Но Я и говорил Что С ней Конечно Все Достаточно Таки Весело Ладно А Все Скажи Кстати Последний Алерия Фособей Устал от Настойчивости Сира Бла Бла Хорошо Ладно Мы Пообщались Барт Все дела На самом деле Я ради интереса Даже может Не буду Ничего Заглушать Посмотрим Придерется Ли Ютубчик Или нет Надеюсь Что нет Но я постараюсь Там исправить В крайнем Случае Если что-то Не так Будет Вроде Как Все-таки Возможно Убрать Наемный Мечник Музыку Там С помощью Инструментов Ютуба Ну Если что Имейте Ввиду Как бы На свой страх И риск Это делаю Вот Хотя Нет Все-таки Заглушу Ну Его От греха Подальше В самом деле Так Куртизанок Здесь нету Нету Куртизанки Мне зачем Повысить Славу Все просто Я знаю Что две Обитают В этом Блин Как Как его В королевской Гавани В доме Госпожа Шаи В таверне Ладно Так или иначе Полчаса Как раз Я где-то Поиграл На арену Уже В следующей серии Пойду Узнаю Где турниры Проходят И может быть Мы таки Наконец Отправимся На турнир А пока что Что же Надеюсь Что вам Так или иначе Понравилось Не забывайте Про лайки Комментарии Там делиться Видео Все дела Ну в общем Вы и сами Все прекрасно Знаете С вами был Антон Или же просто Ичи Вы были на просторах Игрового канала Ичи Геймс И всех вам благ Удачи И пока